Так, я уже дома, только что записала видео о том, что я пошла в клинику, записалась, чтобы подклеить ретейнер, ну или его заменить, пришла, значит, в клинику, приготовила 20 тысяч, такая, думаю, ну, не знаю, сколько будет он стоить, мне сделали ретейнер, сделали чистку, я подхожу платить, мне такие говорят, блин, это подарок новому году, ничего платить не надо, всё, до свидания, иди. Я вообще в таком шоке просто, и говорю же, вот, начала читать книгу деньги, приходят деньги, в кошельке сохранились, вот, я их даже не потратила, такой кайф просто, думаю, по горячим следам нужно продолжить. Я остановилась на 35-й странице, и давайте я вам дочитаю до конца главу, может быть, и следующую, это у меня ещё только вот начало книжки. Так, на чём мы там закончили, не помню, сейчас найду 35-ю страницу. Также в реализации нашей деятельности, чтобы начать творить те же кофточки и показывать на весь мир, нам ещё понадобятся такие инструменты, как сомнения и многие другие. Вот, на сомнениях закончила. Обычно любые сомнения нас тормозят. Мы посомневались и не стали что-то делать в этом направлении, но почему бы не посомневаться в том, что не получится? Я уверена, что получится, и сомневаюсь в том, что не получится. Я сомневаюсь, что мне придётся сидеть без дела, я сомневаюсь, что мне придётся быть без работы и без денег. Это невозможно, мир не стоит на месте, что-то да и приключится со мной интересное, откуда-то найдутся возможности. Я сомневаюсь, что у меня нет возможностей. Проговорили, и реальность начинает разворачиваться к нам со всеми возможностями. Если бы вы не читали мою книгу, вы продолжали бы бороться с сомнениями, думая, что это чувство плохое, что сомнения нас тормозят, тормозят наши действия, и поэтому надо с этим чувством бороться и закрывать его в чулан. Ну, не тут-то было. Давайте сомневаться с вами с удовольствием во всём, что нас тормозит. Давайте сомневаться во всех наших страхах, которые мы себе придумали на ровном месте. Наша задача сейчас — разрешить себе испытывать все чувства полностью, отслеживать, наслаждаться ими, сразу рассуждая, как это чувство применить, с чем его связать, с какими мыслями. Но не всегда мы можем понять, какие же чувства нам нужны, как инструменты, чтобы материализовать наше желание, сотворить ту реальность, которую желаем, потому что давно отказались от этих чувств в борьбе с ними. И тут нам на помощь всегда придут люди и с радостью покажут, на что обратить внимание. Просто внимательно наблюдайте за миром. Вот подруга наша похвасталась, раздражала нас, а всего-то пришла помочь. Здесь важно осознать, что если нам люди транслируют недостатки, нас раздражающие, например, хвастовство, значит, мы тоже ни тем и ни так хвастались. Стоит взять на заметку, что пора проявляться без стыда и ложной скромности, показывая свое мастерство и умения, которые приносят пользу. Показывать своим примером здоровый образ жизни, например, или чем мы можем помочь людям и этому миру. Показывать, какие у нас есть навыки, знания. Обязательно переводим хвастовство на пользу, то есть начинаем хвастаться своими проявлениями. При этом мы исправили не только себя и свой мир, но и помогли в зазеркале измениться отражению в зеркале. Это работает в обратную сторону. Подруга, которая пришла на наш жизненный путь с ресурсами, перестает нас раздражать и делать то, что нам не нравилось. Так как мы приняли то, с чем она к нам пришла, ей уже незачем будет нас учить, когда мы научились. Ее поведение тоже поменяется, отражая нас. Даже смерть и разрушение, которое мы наблюдаем вокруг себя, это тоже является нашим ресурсом, подсказками, что эти чувства мы можем использовать для себя. Мы можем разрушать в нашу пользу старые укоренелые шаблоны, чем мы занимаемся, страхи разрушать, которые мешают нам двигаться вперед, то есть рассуждая, чего мы боимся и еще там такого страшного. Разрушать старые ненужные связи, разрушать старые привычки, которые нас убивают, разрушить все, что отжило, и распрощаться с этим. То есть мы видим какие-то разрушения и задаем себе вопрос, ага, а что мне надо разрушить такого в жизни, чтобы это меня перестало тормозить и убивать? Нужно разрушить все, что отжило, и распрощаться с этим, не тянуть бесполезный груз, например, страха, вины и обид, положить конец ненависти и стыду. Если мы заметили в мире, что то, что нам не нравится, обязательно надо спросить себя, а что это, да, что это за слово, что это за чувство, как я могу это превратить в ресурс, использовать с пользой. Война, что это? Что это за чувство? Разрушение, гибель. Что я могу разрушить? Чем могу покончить? Что во мне разрушает меня? Могу ли я попрощаться с этим? Наш мир нам бесконечно подкидывает знаки, уроки и ресурсы, чтобы мы принимали их и учились, развивались и созидали себя. Возьмите себе новую привычку. Всегда помните, что все люди, которые нам транслируют что-то, что нам не нравится, приходят с целью, чтобы нам помочь, чтобы мы увидели в этом ресурсы для себя, которые мы не хотим признавать и использовать. А нет этих ресурсов, нет наших желаний. И благодарите этих людей, даже если вы еще не сразу понимаете, зачем они буквально вломились в наше пространство, да, злитесь, не держите в себе эту злость, но благодарите. То есть злиться можно, раздражили, позлились, и благодаря вашей злости вы смогли это заметить. А если бы вы не позлились, вы бы мимо и пропустили очередной раз. То есть злость это же тоже хорошо. Злость это тоже хорошо, это процесс болезненный, но эффективный, процесс вытаскивающий нашу запертую боль и наши ресурсы из чулана подсознания. Наши чувства там уже приросли намертво, опустили корни, мы давно их не используем, а тут пришли люди и вырвали их с корнями наружу. Конечно же, нам неприятно, но это же так замечательно, с другой стороны, вытащить все инструменты и рассмотреть их. Там спрятаны в темноте, они потерялись, их не видно. Научитесь каждого благодарить за бесценные уроки, даже если вы в моменте изначально не понимаете, для чего они это делают. Следом за благодарностью к нам придут и идеи, потому что мы, когда поблагодарили, мы расслабляемся, мозг перестаёт напрягаться, тогда и начинает уже думать по-другому. А если мы используем привычные негативные реакции с вами, уроки мы так, значит, и не извлекли. Мозг просто заблокирует нам опять идеи и будет непреклонен, оставляя только обиды. А мы снова и снова получим здравствуй грабли. Хочется повторить это снова и снова, чтобы мы запомнили. Как только мы что-то захотели и не смогли воплотить в жизнь, к нам приходят неприятности. Вернее, мы их так видим. На самом деле к нам приходят возможности, чтобы мы извлекли из этого ресурс. Мы должны благодарить людей и события, что они пришли нам помогать. Обязательно задаём себе вопросы. Что мне не нравится? А что это за слово? А что это за чувства? Это мне и не хватает сейчас, возможно, использовать. Ну где же я это могу применить? Задавая эти вопросы, мы получаем ответы. Пока этих вопросов нет, мы просто спим и ничего не происходит. Вернее, происходит борьба со своими же возможностями. Вот нам изменили. Мы начинаем винить себя, что недоглядели, что недопроконтролировали. Да, спустили на самотёк. Мы начинаем винить человека так же, что гадко поступил, предал, не оправдал наши ожидания. А всё намного проще. Нам надо понять, что такое измена, в чём здесь суть, как я могу на пользу себе и миру использовать измену, которая дожидается своего часа, чтобы исполнить моё желание. Может, мне надо изменить работу, изменить своим привычкам? У каждого будет свой ответ, но именно измены нам и не хватает. Нам надо предать наши старые убеждения, нам надо предать в себе что-то, то, что мы делали в разрушении себя. Да, несомненно, это больно, когда человек нам изменяет, предаёт, но до нас больше по-другому не достучаться. Если мы игнорируем всё, что нам даёт мир в виде знаков, остаётся только через боль себе это показывать. Уж боль-то точно до нас достучится. Когда мы себе изменяем, когда мы себя предаём, эта боль томится у нас внутри. Мы с ней живём и не замечаем её. Душевная боль желает быть замеченной, и чтобы мы исправили предательство по отношению к себе, чтобы перестали так поступать с собой. Но как это увидеть, если мы не замечаем? А желание-то есть разобраться с этой болью? Тогда мы сами своим собственным желанием создаём возможности, чтобы к нам пришли эти люди и вытащили эту боль наружу, чтобы мы её начали проживать и заметили её. С другой стороны, это мы сами к себе в другом скафандре просто приходим, сами себе изменяем, только мы в реальности видим другого человека. Но другой человек тоже мы, это часть нас, это мы, можно сказать, наша душа создаёт себе ещё один аватар, и мы сами к себе же и приходим, вытащить это наружу. Человек рядом с нами играет для нас роль нашего отражения. Он играет в игру, где мы познаём себя. Не стоит его винить за то, что мы своими желаниями сами его притянули. Ему надо было отыграть эту роль для нас, это желание нашей души. Давайте извлекать это из этого уроки, а не перекладывать ответственность за это на других. Если мы с вами поймём, что боль — это тоже просто сигнал, который пытается нам сигнализировать, что мы что-то делаем не так для нас, и боль станет тогда ресурсом, и мы перестанем от неё прятаться. Глава третья. Боль как инструмент. Вторую главу я закончила на боли, и возникла мысль развернуть эту тему ещё глубже и добавить пример для понимания. Я верю, что так вам станет более понятнее, о чём я пытаюсь до вас донести. Поясню свою мысль на примере костра. Да, любой сигнал тела или нашего окружающего мира через боль говорит о том, что мы где-то остановились. Например, мы руку протянули в костёр, она горит, нам больно. Этот сигнал боли говорит нам, зачем ты её туда суёшь. Ну, логично, да? Посмотри, она же горит. Ты неправильно пользуешься костром. Конечно же, мы её одёрнем. Нам не хочется её там оставлять, больно же. Нам сразу же очевидно, что с этим делать. Убрав руку, мы аккуратно вешаем котелок, подогреваем пищу, и наслаждаемся теплом костра в сторонке. От этой неудачной площности, от того, что в костре побывали наши руки, ну, мало ли, размахивали на эмоциях, вовлёкшись в разговор. Мы его потом не загасили же, этот костёр. Он как горел, так и дальше горит. Мы позволяем ему гореть, давая огню выполнить свою функцию. Вопрос, почему мы так не относимся к другой боли? Представьте, что любые обстоятельства, это тоже костёр. Вот всё, что мы вокруг видим, любая проблема – это костёр. Давайте вместе теперь пофантазируем. Попали мы в такие жаркие обстоятельства. О чём это говорит? Да всё о том же, мы неправильно пользуемся костром, то есть этими обстоятельствами. Мы остановились и застряли в костре. Можно протянуть руку в костёр, чтобы согреть её, но надо же быстро её убрать. Но нет, мы решили её там зачем-то оставить и тем самым остановили действие. Что мы обычно делаем, когда испытываем любую боль? Начинаем пить обезболивающие, чтобы заглушить боль. Кто-то не пьёт лекарства, пытается правильно дышать, в практике, может, духовные делает, или мази, примочки прикладывает. Мы привыкли бороться с последствиями, не меняя причины. Но это то же самое, когда рука горит в костре, и мы продолжаем её там держать. Мы видим, что она горит, но ничего не делаем, чтобы вытащить. Когда нет сил уже терпеть, мы уже все нервы на пределе свои оставили, когда довели себя до отчаянного состояния. А лекарства и примочки не помогают, то есть мы держим руку в костре и пьём лекарства, и пытаемся с последствиями этими как-то бороться. Так вот, лекарства и примочки не помогают, мы наконец-то сбегаем от боли, говоря себе, что костёр — это плохо, больше никогда я им не буду пользоваться, потому что он вызывает боль. Сначала заглушаем боль всевозможными способами, а потом начинаем отрицать и говорить, что всё это плохо, это нам не нужно, это ужасно, и навсегда решаем это избегать. А нам просто нужно понять, как правильно пользоваться огнём, как его использовать в жизни, то есть как правильно пользоваться проблемой, как правильно пользоваться, извлекать уроки из неё. Всё, что вокруг нас происходит, всё, что вокруг нас есть, оно нам всё нужно. Мы просто должны научиться применять. Какой раз уже, да? Пишу об одном. Мы должны понять, что если костёр вызывает боль, это значит, что мы его не так используем, а не бежать от него. И каждая боль, будь то душевная или нашего физического тела, говорит о том, что мы не туда смотрим и неправильно используем ресурсы. Мы должны научиться видеть, что вызывает боль, и пробовать использовать по-другому. Каждая болезнь, каждая проблема сигналит о том, что мы, уходя в отрицание, видим ситуацию не так, как она выглядит на самом деле. Вы когда-нибудь читали «Психосоматические причины любой болезни»? Там же авторы всегда описывают, что вы делаете не так, какие привычки надо поменять. Организм наш с нами разговаривает через боль, и мир с нами также разговаривает через эти больные ситуации. Мир такой же наше тело и продолжение нас. Суть этих примеров — донести до всех, что нам не нужно ни от чего бегать и отказываться. Наша задача — научиться принимать всё, что существует в этом мире и в наших чувствах, понять, что всё-всё нам нужно для чего-то. И это нами создано в нашем мире, и приступать к изучению, как и где это применить. Как маленькие детки учиться познавать этот мир, нам следует продолжать это делать, и будучи взрослыми. Зачем повзрослевшие дети забывают продолжать познавать этот мир? Но мы же те же дети, и как только мы перестаём узнавать всё вокруг, мы останавливаемся, и наш мир начинает угасать и умирать. И так мы доходим до точки умирания. Если бы люди не останавливались в познании, они бы, возможно, не умирали. Можете верить, можете не верить, но жизнь угасает, когда мы перестаём жить. А жизнь — это развитие и познание со всех сторон. Так в чём я не права? Мы, когда остановились на чём-то и не хотим менять свою правду, вот решили, и всё, так и есть, то законсервировали этот участок мозга. Он перестаёт излучать электромагнитную волну, которую вы буквально фотонами собираете изображение вокруг себя, строит этот мир. Вот он и заканчивается. Мы засыпаем навечно. Наши программы так заложены на самоумерщвление. Но в наших руках это изменить. Со временем, через поколение, начав здесь сейчас себя, работая с мышлением, рассуждая, рассоздавая шаблоны ума, позволяя себе думать иначе, меняя одно мнение на любое другое мнение и постоянно применяя всё, что можно применить, а что нельзя, всему есть применение. Когда мы с вами отрицаем что-то в мире как ненужное, мы пытаемся избавиться от части себя. А мир — это продолжение нас. И он создан из нас, и мы его творим. Это как по кусочку отрезать от себя ноги, руки, уши и всё остальное. Вот мир и кричит, вот поэтому мы и испытываем боль. Больно же себя резать. Вернусь, к примеру, с изменой. Мы решили, что измена — это боль, а боль — это плохо. Не позволю себе изменять. Ты плохой, не прощу. И тогда или мы убегаем от любимых, или не впускаем вообще в свою жизнь любви, потому что боимся измены, боимся боли. Тогда нам начинают изменять друзья уже, коллеги по работе. И всё равно мир доберётся до нас со своей болью, пока мы не разберём, что боль — это хорошо, и измена — это тоже хорошо. Здесь речь не про сам поступок, который был неприятен от человека. Это лишь следствие. Инструмент нам увидеть себя со стороны. Мы можем сделать любой выбор — остаться, простить или распрощаться. Это уже не важно, как мы поступим. Важно, какой мы извлечём урок для себя из этого и посмотрим правде в глаза, что это всё про измены и предательство по отношению к самому себе. После того, как мы осознаем, что же нам сигналит эта ситуация, мы начинаем сами меняться. И эти люди либо меняются рядом с нами, либо просто путники уходят с нашей дороги. И их игра для нас была отыграна. И мы встречаем нового человека, который уже будет поступать с нами так, как мы поступаем по отношению к самому себе новому. Если мы не изменились, то, соответственно, и новый человек продолжит предавать. Если мы изменились, то уже не станет. Итак, если мы сталкиваемся с предательством и изменой, обратите внимание, мы с собой поступаем так же. Мы даём обещания и не выполняем их. Мы сами причиняем себе боль, не любя себя, не выбирая себя, ставя себя на последнее место. Мы сами изменяем своему телу, не заботясь о нём, выбирая то, что нас убивает. И это всё надо заметить и обязательно исправить. Переходите в благодарность ко всему вокруг, к людям, к миру, к ситуациям. Всё только во благо для нас, для нашего обучения. И мы сами притягиваем все ситуации людей, чтобы себя изучить. Зачем винить актёров в нашем театре, которые на сцене с нами играют для нас же роли, по нашей же пьесе. Всё это нам надо. Глава 4. Кто мы? Иллюзия мира. На этом я остановлюсь. 42-я страница. Пока переварите вот это вот.